Всем доброе утро! И завтрак это один из самых важных приемов пищи. Я очень часто начинаю его ждать еще с вечера. И сегодня поделюсь с вами пятью рецептами. Они быстрые, простые и очень вкусные. И у меня есть еще видео на такую тематику, так что если вы их не смотрели, то обязательно посмотрите после просмотра этого. Овсянка, чумнаси, греческий йогурт, финики. К овсянке добавляю греческий йогурт. В виде подсластителя у меня будет немного меда. Также я хочу немножко семян чая добавить. Еще и финик. Если вы стараетесь потреблять как можно больше сладостей и сахара, можете убрать, например, мед и оставить только финик, потому что он довольно сладкий. Но я по утрам люблю есть что-то максимально сладкое и прям сахаром заправляться. Убираем на ночь в холодильник. Утром продолжим. Как там наша кашка. Сверху украшу все это дело еще малиной. В принципе, это смотря что вы хотите. И можно еще, например, немножко миндалем. Таким рубликом. Вуалим. На нарезанный пакет выкладываю емкость, которой я буду запекать его. Сверху я сбрызгиваю его оливковым маслом. И уберу сейчас в духовку на 3 минуты, которая разогрета у нас до 180. Пока хлеб запекается, я нарежу помидорку. И еще нам нужно будет моцарелла. Спокойно 4 кусочка. Вот наш хлебушек из духовки. Вначале я кладу моцареллу. Сверху ломчик помидорки. Сверху нужно присыпать немножко базиликом. Ну, не то чтобы нужно, но так делаю я. Я теперь в духовку ненадолго, пока не растает сыр. Ну, не знаю, минуты 4. Да, сыр расплавился. И я добавлю немного салата к этим брускертом. Я припроблю вот таким вот тыквенным маслом привезенное из Австрии. Оно очень вкусное и ароматное, но в целом это может быть и просто оливковое. Пахнет просто потрясающе. А еще можно чуть бальзамика. Вот такой вариант завтрака. Итак, молоко, банан, блендер. Где-то 50 мл молока. И туда я добавляю банан. Я его прям не режу, а вот так вот ломаю, потому что смысла резать в общем нет. Наливаю в начале в стакан, которым буду подавать молочно-банановую смесь. Затем я туда кидаю наши персики. Сверху немного гранолы. Снова молочно-банановую. В принципе, оно все не ложится супер слоями, потому что молочно-банановая смесь получилась довольно жидкая. Но все равно, не знаю. Вот такая красота у нас получилась. Приятного аппетита! Полстакана молока отправляем в микроволновку. Разливаем прийти. Сюда же мы добавляем наше теплое молоко. И где-то полстакана муки, может быть, поменьше. И нам все это нужно перемешать. Взбивать не нужно, лишь создать единую массу, из которой потом мы сделаем с вами датский блинчик. Наше тесто готово! На конфорку ставлю ту посуду, которую я могу поставить и на конфорку, и затем в духовку. Сюда я вкладываю сливочное масло. Я начинаю сюда добавлять сахар. У нас получается такая карамель. И теперь в нее мы добавляем персики. Карамелизуем персики до их мягкости. Это не обязательно должны быть персики. Это могут быть любые фрукты и ягоды, которые есть у вас дома. Затем я просто беру и вливаю наше тесто прямо сюда. Самое время убрать датский блинчик в духовку. Пошло 20 минут, и вы только посмотрите на этого безумца. Он стоял при 180 градусах. И сверху я посыпаю сахарной пудрой. Датский блинчик готов! Творог я всегда делаю из такого. Одно яйцо. Я добавляю 2 столовые ложки муки, 1 сахара. На сырники я добавляю вообще всего 1 столовую ложку муки. Этого вполне хватает. Вареники я делаю ленивые с двумя, для того, чтобы все-таки тесто было более плотное. И в воде они не становились слишком уж жидкими, рыхлыми, непонятными. Расплывались, возможно, вообще там и держали форму. Поэтому все-таки чуть побольше муки. И делаю я также лучше с вечера, потому что, когда это тесто настоится, то они становятся более плотными и вкусными. В принципе, можно сделать и сразу с утра. Но мне больше нравится, как более настоявшееся тесто варится. У меня все готово. Ставлю в холодильник и ждем утра. Беру наше тесто и делаю такие вот небольшие шарики и бросаю их в воду. Бросаем мы наши вареники в подсоленную, немного кипящую воду и варим где-то 10 минут. Вот такие крупные достаточно варенички у меня получились. Я их украшу немножко малинкой. И можно, в принципе, сверху полить еще чем-нибудь, если вам хочется. Но можно прямо так. Это все рецепты на сегодня. Я надеюсь, что вам понравился такой мой новый формат. Я пока экспериментирую, пробую он более такой лаймовый, менее постановочный. Напишите, как он вам и вообще, как вам рецепты. Может быть, вы что-то приготовили, у вас есть какие-то впечатления. Пишите в комментариях обо всем, что вы думаете по поводу этого видео. Я буду рада с вами пообщаться. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Также смотрите предыдущие мои рецепты. Все ссылки я оставлю внизу в описании. Я всех очень люблю. Всем спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok